У нас были большие проблемы с физикой и математикой. Я смотрел, в какой точке нам нужна физика и математика. Если считать, что все все равно идет в направлении не столько выдвигать горы или отвращать метеоритные атаки, а именно по линии развития знания, то нам потребуется в какой-то момент при любых действиях все равно принимать решение и думать для этого. Думать, естественно, тут же появляется decision theory. И decision theory занимается тем, что определяет, какие решения люди имеют рациональные, а какие нет. То есть, насколько они оптимально думают. И дальше оказывается, что все вопросы, которые мы поднимаем по линии вот этой decision theory, они все поднимаются так или иначе в большом комплексе дисциплины. С одной стороны, оказывается, что принятие решений по поводу физического мира делается физическими системами. И мы понимаем, что эти решения уникальные, они не очень повторяющиеся, но там так или иначе работает рациональность. Не рациональность, а работает статистика, работает вероятность. И тут же мы все упираемся в то, что все теории вероятности, которые упираются в... Причем они физичны. А те теории вероятности, которые упираются в вероятность, они оказываются направлены на принятие решений, а сама вероятность не является объектом физического мира. Там огромный комплекс рассуждений. Есть субъективная теория вероятности. И есть, как бы, калмогоровская теория вероятности, которая чисто там математическая. И вот, каким образом трактовать эти все вероятности, оказывается, большой такой вот вопрос. Я поспрашивал в своем окружении про то, все ли помнят, что физика имеет дело с эргодическими системами. Все помнят. Слово эргодичность помнят все. А я там аккуратно попытался спросить, а что же люди считают вот этой вот эргодичностью? Ну, как бы, слово-то знакомое, да? И мы понимаем, что все наши физические рассуждения, они относятся к эргодическим системам. А тут же оказывается, что это про то, что если ты кидаешь монетку тысячу раз, одну, она выпадает примерно там 500 раз орлом, 500 раз решкой. А теперь, смотрите, задача меняется. И мы кидаем тысячу монет один раз. Если мы кидаем тысячу монет один раз, это абсолютно другая ситуация. Во-первых, эргодичные системы это те, в которых нет странных монет, которые попадают, если их тысячу раз кинуть, например, там фальшивые монеты, они там будут падать одной какой-то стороной. Какие-нибудь фейковые игральные кости, они будут там шестерки выбивать, если их там правильно кидать, там все будет очень правильно. Вот там эргодичные системы, они те, в которых результаты этих экспериментов равны. А далее задается простой вопрос, вот профессор Андрей Хреников, он его задал так, ну вот смотрите, вот мы там ширяемся, слово не я придумал, это он говорит, ширяемся, говорит, вакциной. Она говорит, ну как, результаты того, что шурнули вакциной одного человека тысячу раз, да, и посмотрели, он будет болеть, не будет болеть. И вот результаты того, что тысячу разных человек шурнули вакциной. А вам надо принять дальше решение на основании вот этих тысяч разных человек про себя одного, как вы будете при этом себя вести, тот один раз, да, который может быть из ваших тысяч. И говорит, тут оказывается не все так просто сразу. И поэтому, если ты применяешь вот эту вот теорию вероятности с эргодичными системами, а если ты ее применяешь к физическим объектам, то это один разговор. А если ты там идешь к людям, то там совершенно другой разговор. То есть там у тебя все по одному разу, и то, что происходит в этот момент в среднем с другими людьми, в среднем, да, оно тебя, в общем, может не устраивать. И поэтому мы попадаем в теорему байса и начинаем прикидывать шансы. То есть мы считаем, что в среднем там, конечно, монета 50-50 упадет, но дальше надо прикидывать, а со мной-то что будет? И накапливать какую-то вероятность того, доказательства того, что со мной будет, ну, хотя бы так же, как в среднем с этой тысячи. Очень интересное рассуждение, потому что вот эта эргодичность, она лежит, и субъективность теории вероятности, она лежит по линии байсовской вероятности. Когда мы начинаем смотреть дальше, то мы видим, что наш Фристон, в том числе, и не только Фристон, но и люди, которые работают в квантовой механике, они все приходят к тому, что, к сожалению, ресурсы на вот эту вот рациональность, байсовскую рациональность, вычислительные ресурсы, их будет не хватать. Там несколько линий рассуждений. Математическая линия рассуждений к тому, что разные люди видят мир по-разному, и у них просто разные байсовские рассуждения. Далее, ровно как у антологов, две антологии не совпадают формально, и у байсовцев то же самое. Если у вас две байсовских сети, то вы не можете объединить вероятности, которые в этих сетях, потому что там вероятностные алгебры, но они разные, они там не объединяются. И это огромная проблема, то есть вы не можете объединить ресурсы для того, чтобы посчитать правильные байсовские вероятности, если вы находитесь в коллективе экспертов. Если вы сами выносите эти рассуждения, да, окей, но если вы не сами, то там вылезает вот этот вот зверь, что оценки по байсу разных людей, грубо говоря, складывать нельзя, потому что они из разных байсовских сетей. Интересный такой теоретический результат, а делать-то что? И когда, тем более, начали проводить эксперименты, то и Пион говорит, и я часто говорил, что, ну, есть многие статьи, которые показывают, что человек, когда он работает с С2, с логическими рассуждениями, он неплохой байсовский вычислитель. Да, он неплохой байсовский вычислитель за мелкими такими интересными исключениями. Например, если ты спрашиваешь, кто победит на выборах, то, оказывается, люди дают статистически разные результаты в зависимости от того из двух кандидатов, кого ты спросил первым. И вот такие вот мелкие нарушения теории вероятности, потому что они должны сказать, ну, там, если в таком порядке они должны сказать, скажем, 80% это, 20% вот это. Но если ты меняешь порядок вопросов, они будут говорить, например, 60% и 40%. Более того, фишка в том, что они тебе могут сказать, что вот этот вот 60%, а вот этот вот победит в 20%. А куда делись еще 20%, да, ну, как-то, куда-то делись. То есть люди, оказывается, вычислители, но они в хорошо известных экспериментах, их несколько типов экспериментов такие есть, они четко говорят, что они не байсовские вычислители. Те, кто занимается байсом, они говорят, да, люди иррациональны, и в этот момент начинается вот поиск вот этих вот пробелов. Люди, которые занимаются квантовой механикой, они сказали, что, ну, давай посмотрим, а что там еще вот в этой вероятности. И выяснилось, что есть у Калмогорова аксиматическая теория вероятности, которая, более не менее, все это тоже описывает формально. Так вот, квантовая вероятность, в ней одна из аксиом Калмогоровской теории вероятности не выполняется. За счет этого все сильно посвободней, точность, естественно, падает, но в ситуациях, когда вообще ничего неизвестно, и мы работаем в полной неопределенности, хоть что-то, но считается. Но считается как бы квантово, и это байсовцы не называют рациональностью. Так вот, эта вот квантовая рациональность, первое, она щадяще относится к ресурсам, работает в условиях, когда вообще там ничего не понятно. Третье, позволяет объединять оценки из разных вот этих вот байсовских сетей, из разных алгебр. И главное, что она отлично численно, просто отлично численно согласуется с результатами экспериментов. То есть, причем это все результаты, которые получены, ну, примерно там с 11-го года вот по 22-й, то есть последние 10 лет. А поскольку это квантовая вероятность, то есть квантовой, этим занимались только те люди, которые разобрались в квантовой физике, то эти результаты вообще никому неизвестны. То есть вообще, если уж по байсовской вероятности вышло несколько попсовых книг, из них за букв Y, одна из самых важных, Элизир Ютковский там написал свой праймер, то по квантовой вероятности у нас вообще практически никаких работ нет. Кроме того, квантовые ученые, они любят поругаться друг с другом, и любят к разным интерпретациям квантовой теории отнестись. У Дойча его фантастом называют, а сами предлагают нестандартную, тот же Френников называет Дойча фантаста, а сам предлагает статистическую интерпретацию. И оба они выступают против Копенгагенцев, которые являются сегодня мейнстримом. Ну, то есть раздрай, полный раздрай. Но математика, что самое интересное, там одна и та же. И когда мы начинаем разбираться с этой математикой, то язык, на котором они говорят, это совершенно не та математика, которую мы учим в школе. Она не позволяет даже разобраться с сортами науки, да? Она не позволяет разобраться с сортами физики, потому что физика тоже оказывается очень разной. Она не позволяет выразить идеи по поводу вероятностей, с которой мы разбирались. Но вообще говоря, тени этой, тени вот этой вот математики, они вполне присутствуют. Ну, например, мы знаем, что есть ньютоновская механика, и там вот исчисления. Слово исчисления никто ни в школьном курсе не объясняет подробно. Никто не объясняет в вузовских курсах, кроме курсов на мехматах. То есть если вы попали на мехмат, то вам что-нибудь там расскажут про исчисления. Потому что дифференциальное интегральное исчисление – это ровно такое. Ты придумаешь некоторую математику, а потом ты смотришь на физический мир и что-то там такое исчисляешь. И люди, которые занимаются сейчас квантовой информатикой, они говорят, что мы придумали вот квантовое исчисление. И мы можем заниматься вот этой квантовой вероятностью, исчислять не только в квантовом мире, квантово-механические объекты, ну там частицы, атомы, максимум атомы. Атомы и меньше, будем говорить так. Но вообще говоря, мы можем рассматривать разные другие системы, например, вполне себе макролюдей, вполне себе сообщество. И математику использовать ту же, но просто мы не считаем, что они квантовые. А использовать, ну вот, обсуждать вероятность принятия решений, например. Очень интересный подход, очень интересный подход. И я считаю, что это одно из перспективных направлений, если выясняется сейчас, похоже, что выясняется. Поскольку эксперименты все больше и больше показывают, что люди это квантовые такие вычислители. Если мы можем о рациональности, о принятии решений, о науке, о теориях, об объяснениях говорить, не только, как вот нам тот же Перл рассказывает, что есть логическое счисление на графах, и люди работают логически, как бы дискретно. Если у нас есть графы байсовские, которые, байсовские сети, которые подсказывают логические графы, какие из них верные и неверные, да, то, может быть, мы будем иметь сейчас еще и квантовые вот эти вот графы, которые будут подсказывать что-нибудь по поводу этих байсовских графов. То есть, скажем, вот такие вот вещи могут оказаться. Это моя такая безумная совершенно гипотеза. Но самое главное, что нам надо научиться об этом разговаривать, и для этого нам нужно основание физики. Смотрите, тут важное слово основание, foundations. Основание физики, основание математики, основание, как физика и связано с математиком. То есть, исчисления, они оказываются сильно связаны с алгоритмикой, с конструктивистской математикой, потому что там кто только не оттоптался, но это как раз вот линия, одна из важных линий, конструктивистская математика, которая занимается основаниями математики. И дальше идти в теорию решений, дальше идти в компьютеры, дальше идти и алгоритмику, и дальше идти в деятельность. Ну и поскольку у нас появляется еще и деятельность, вот после этого мы можем еще и обсуждать эволюцию. И я нарисовал стек, вот просто где есть на самом верху агентские теории, обучение, эволюция как обучение, творчество там, рейтмонтный леонинг, как тип инференса, вот все подобное. Дальше, чтобы разобраться в этом, нам нужно иметь причинный вывод, и там появляется квантовая причинность. Я посмотрел, конечно, есть квантум казуалити уже в количестве статей. Ну, было бы наивным считать, что никаких работ нет, есть и их много. Более того, по этой линии актив инференса, например, вот Александр меня сразу сказал, что я просто не отследил, что, конечно же, фристон имеет одну из работ там. По квантовому обновлению, квантовый апдейт, да, то есть байсовский апдейт, он там квантовый апдейт. И там обоснование ровно вот такое, что мы, к сожалению, не имеем возможности в биологических системах делать байсовское обновление, потому что нам не хватит никаких вычислительных ресурсов. Грубо говоря, энергии не хватит вот этого все вычислять. И дальше, если мы по этой линии идем, после причинности и причинного вывода будет теория решений, как математика и физика рациональности. То есть мы должны будем обсудить, а что такое рациональность и какая она бывает. Дальше будет вычисление программирования, потому что для теории решений вам нужно сделать inference, это из шагов обновления, вам надо построить вывод, то есть длинную последовательность вот этих вот обновлений, уточнений, да. И для этого вам надо физику описания разных видов физических систем и процессов в них. Потому что мы должны понимать в этот момент, кто вычисляет и для чего это вычисление происходит. Потому что одно физическое устройство хочет сделать что-то там с другим физическим устройством. Ну, грубо говоря, экскаватор хочет срыть гору, да, и принимает решение слева копать или справа копать. И тут вот дойческая констрактор-теория, она удивительно совпадает с системным мышлением, можно по этой линии в таком числе идти. Кстати, констрактор-теория то же самое, она на субъективной теории вероятности, на теории принятия решений, там в основании все вот эти вот рассуждения там отличненько кладутся. Ну, а для того, чтобы с этим разобраться, поскольку ты открываешь ту же самую констрактор-теорию, тут же как бы на тебя наваливается вся эта математика, тебе надо разобраться с математическими конструкциями. И математика там очень простая, которая дается, как мне когда-то Кушнеренко сказал, никаких проблем. Третий курс мехмата, и все это люди знают, да. То есть все эти пространства, алгебры, аксиомы, исчисления, как объекты. И вот смотрите, по идее, вся математика, она сконструирована, как вот, сразу опирается все на пространство. Далее физики. Фазовое пространство. Движение, как изменение в фазовом пространстве. Да? Энергия, как скаляр, который там сохраняется при изменениях в фазовом пространстве. То есть сразу физики начинают говорить на том языке, который школьникам вообще не снился, когда нормальные физики обсуждают вот эти вот свои основания. А поскольку мы говорим, что интеллект, он должен будет работать все время с новыми теориями, то мы признаем, что некоторые по Ванчурину, что некоторые основания, они будут стабильны, но это сами основания, да, а не теории, которые на них. Дойч говорит, например, на так. Принципы остаются, а физические законы должны меняться. Но принципы формулируются вот на том страшном языке. В языке пространств, алгебра, аксиом, исчислений в математике. Вот этих вот всех конфигураций, например. Ну это не инженерная конфигурация, а конфигурация это относится к фазовым пространствам. Слово пространство, да, это сильное, скажем так, насильное расширение понятия пространства, времени физического, ну в основном там геометрического пространства. И вот этому вот надо учить. Дальше, конечно, надо взять интеллект стек, и этот интеллект стек перелопатить, вставив туда вот эти вот фундаментальные курсы по самым основаниям физики, математики, информатики. Далее, смотрите, принятие решений. То есть агентская теория, она фактически про то, что есть некоторые физические системы, которые способны принимать решения. Что это такое, да, то есть это надо сказать. Их тоже, кстати, этих агентских теорий некоторое количество оказалось. Там обычные, традиционные, байсовские, как бы это все классика. Есть еще и квантовые, а есть еще и причинные. Причины, естественно, у нас появляется вообще само понятие причины не в физическом мире, а при принятии решений, и только при принятии решений они нам нужны, больше ни для чего. И это и сам Перл говорит. И вот в этом вот мессе начальном нам надо еще раз разобраться и сделать новую версию интеллект стека. Продолжение следует...